Ну, мы знаем, с каким скрипом, во-первых, это соглашение принималось, то есть Россия была полностью готова, открыта и с этой позиции выступала уже последних несколько месяцев. США, Керри, лично долго совещались и долго мялись перед тем, как принять эти соглашения и подписать необходимые документы, потому что по всем причинам, по всем основаниям для США такая позиция невыгодна, тесного сотрудничества с Россией. Они теряют роль единовластного гегемона в регионе. И видим мы, как перед выборами они взрывают ситуацию. Сначала бомбят сирийскую армию законную, а потом устраивают провокацию совершенно нелепую, по тому же сценарию, как это всегда устраивалось, с химической атакой, с якобы химической атакой в Сирии несколько лет назад. Как это устраивалось в Ливии, как это устраивалось в ходе арабской весны во многих государствах в регионе. Это явная провокация совершенно. Никто, кроме якобы случайных очевидцев нанесения российской авиации удара, этого не видел. Никакими средствами слежения это не зафиксировано. Просто это нелепая провокация, и так могут лгать только американцы. Мы видели это последние несколько лет. Дело идет, на самом деле, к войне. Они обостряют ситуацию перед выборами, чтобы... Ну, они в экономическом некотором тупике находятся, и в геополитическом тупике находятся, потому что Россия подрывает их опору в этом регионе. Саудовские сети, террористические сети, с которыми сами американцы сотрудничают, подрывают всю их игру в регионе. Поэтому на открытое, на самом деле, настоящее сотрудничество США пойти не могут. Они повышают ставки, обостряют, и, в общем-то, безумные американские элиты, некоторая их часть, ведет дело к полномасштабной войне, и готовит общественное мнение, безусловно, к этому. Американское. Субтитры создавал DimaTorzok